welcome welcome дорогие друзья мы снова на пвс сервере и на этот раз мы тестируем талию и давайте по порядку пробежимся по всем ее изменениям которые вроде как райт пообещали что точно выйдут первое изменение скорость передвижения вдоль стен теперь на 18 уровне выше чем было раньше но самое главное изменение то что вы теперь можете с одной стены перебежать на другую две с половиной секунды продерживается эта пассивка кто помнит талию тот знает наверно что она раньше перебежать не могла от этой стены до другой она терял скорость передвижения где-то на этом месте теперь вот только сейчас я потерял скорость передвижения с моей пассивки а также райт пообещали что больше пассивка не будет у нее пропадать если она была с баншо и случайно попала в какой-то эффект противника переходим к другому и заглядания это и и кушка которая снова стала ауешной я вам это сейчас покажу снова попадая по двум манекенам и появляется working ground у меня под землей и я могу его поглощать когда я его поглощаю давайте кину сюда заклинания вылетает чуть более крепкий камень ну а как же это выглядит если враги здесь стоят этот более крепкий камень будет наносить урон по большей площади и при этом замедлять врага то есть первый камень не достает не трогая мышку кидаю этот же камень сюда и кто не видит у меня хоть и включена здесь кадр или у меня не включен но у меня даже не включен кадр откат я могу этот working ground бесконечно забрасывать пока у меня есть пулдаун и мана видите он постоянно пропадает я могу снова активировать и могу снова его пропадать w осталось по сути прежней кроме одного интересного показателя здесь он не написан но сейчас вы увидите как он будет работать давайте сначала вернемся к точнее вернемся продолжим дальше смотрите заклинание это ее ешка теперь она выглядит вот так да раньше она была шире то есть не было вот этих двух последних рядов сейчас откатится заклинание покажу еще раз раньше у него было всего три ряда но они были заполнены еще двумя дополнительными слоями теперь у нее чуть уже слои зато гораздо выше дальность и соответственно могу кидать их до туда к сожалению они не наносят больше повторного урона но они имеют возможность теперь закидывать в стан врага который дешится что такое дэш это рывок персонажа они все чемпионами дышатся многие просто блинкуются это два разных заклинания например к с 1 блин к айirtся мне подсказали что и к съешь к тоже блин кайца проще всего будет определить это через заклинание этого в игры а вы можете проскочить или нет если вы можете пр dikkate через заклинание выиграть значит у вас же будет получаться но мне кажется что эта не может гешка проскакивать через заклинание в игра quoted что не буду нас есть w который подбрасывает врага и это ребят как раз таки поставлю и это как раз таки считается стан сейчас появится надпись там на этих существ если я кинул в другую сторону хотя даже в эту оказывает сторону сработало вы могли увидеть стан произошел а сейчас давайте сделаем красиво что же не могу кинуть свою сторону smartcast убрать но я просто играю на пинге 170 почти 170 на этом сервере да поэтому я не могу успеть даже перед вот оглушение срабатывает потому что это оказывается тоже считается за дэш если я сам перекидываю врага в эту сторону но и осталась моя ульта по сути она осталась такой же как и было только у нее добавили интересную вещь сейчас я вам ее покажу надо было только сесть на нее ладно сейчас откатится заклинание чтобы она закончила сначала да надо было сесть и как обычно ребят поехали вот вышка меня ударила а мы все равно уехали и ладно не совсем корректно давайте нам нужно проехать через вышку в общем чтобы я вам это конкретно показал вот вышка меня ударила но я никуда не слетел ну и как видите ширина этого заклинания стала просто невероятно большим а дело в том что теперь когда я езжу по этой штуке я никуда не вылетая при уроне от соперника уроны все еще получаю но никуда не вылетая раньше мы вылетали и можно еще прыгать через очень большие пространства если понимаю правильно то мы можем отсюда вот сюда даже перепрыгнуть сейчас попытаюсь это продемонстрировать при нажатии но чуть чуть позже нажал в общем стены вот эти вот которые можно перри флешиваться она теперь может перепрыгивать с запасом по той простой причине что у нее прыжок позволяет ей прыгать на расстоянии 700 а флеш это 400 единиц чтобы понимали то есть все стены которые вы даже не можете перри флешиться вот например здесь я смогу перепрыгнуть зато при помощи своей стены но на этом пинге это очень тяжело вам показать ребят потому что у меня срабатывать неделю спустя заклинания все же пинг не тот который корейский но я думаю вы и так все поняли все остальное осталось прежнее то есть те же самые сборки тот же самый чемпион уменьшен урон на кушки уменьшен урон на w уменьшен урон на ешки но это все нивелируется тем что будет стан через ешку при этом не обязательно даже подкидывать соперника в идеале конечно же лучше его подкинуть но если соперник например сам умеет прыгать какой-нибудь рейник тон или ясу или иона то он стоя у вас на линии попытается на вас напасть вы просто кидаете вашу ешку и он больше не может здесь прыгать иначе он сам себя застанет на одну секунду по итогу которой вы сможете дать по нему фул проказ кушку потом взорвать свои собственные вздымающиеся вздыбленной точнее землю ну и rk стала вот вам поле смотрите так куда я могу лететь ну давайте еще раз просто пролетим вот туда мы полетели вышка нас ударила а мы все летим летим и все же я здесь слетел слетел не доехав до туда потому что стена здесь закончится но ничего страшно ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить я считаю что у талии получился реворк идеальный она осталась все еще неплохим лесником все еще неплохим саппортом но также у него появилась возможность играть на мидлейне в отличие от той талии который сейчас который просто не может никак сравняться с другими мидлейнеры